Здравствуйте, есть у нас в зале Денис Монтонова? Что, никто не делает игры? Мобилы под Линуксом или Windows Phone? Я даже не знаю, как вам ответить лучше на Sailfish там. Работает? Сейчас дойдем. Так, давайте для того, чтобы я осознавал, насколько у меня стенд прошел. Кто играл на Малине у меня? Три человека, не поверю, больше было. Ой, еще потянулись руки. А те, кто в принципе играл на Малине, молодцы. На какой? Как вам? На второй нормально. На второй нормально. На второй в принципе нормально. На третий еще лучше. Очень большая проблема играть в Линуксе. Кто играл сейчас на Малине, этого не заметили, потому что мы играли под эмулятором Nessa. Но в принципе там все больно. Поэтому это боль. Боль большая. Боль серьезная такая, почти раковая опухоль. Почему я сейчас попробую вам рассказать мое видение игр в Линуксе? Я играю очень много. Я играю очень много под Windows. Где-то полгода назад я полностью перенес рабочий стол в Ubuntu 16.04. И я играю сейчас постоянно в Ubuntu. В Ubuntu играть тяжело. Сперва издалека начнем. Кто знает, когда была первая компьютерная игра? Не самая продаваемая, а первая. Space War была вторая. Первая была крестики-нолики. Да. Она была сделана вот эта вот игра. А почему у меня? А, она у меня без названия. Ладно. Она была сделана на еще EDSAC. Это был английский мейнфрейм. Вторая была Space War. Она была на PDP-1. Разные источники говорят о том, что либо одна, либо другая была главной игрой. Почему играть важно? Потому что играют все. Играют многие. Почему у Android огромные продажи? Потому что для него очень много игр. Почему у iOS продажи не меньше? Потому что там игр еще больше. Игры, правда, однообразные, но это уже глупость. Почему не взлетает Windows Phone? Для него нет нормальных игр. Если мы хотим Linux поднять, надо делать игры. Поэтому я и начал с того, что если тут гейм-девелоперы, их оказывается нет. Кому я опять буду рассказывать? Вот так выглядят стандартные игры в Ubuntu. Нравится? Мне нравится здесь только сапер. Он более-менее соответствует сегодняшнему стилю, который там флэт. У Google свой графический дизайн и так далее. В косынку играть нереально. Та косынка, которая на Windows 7, она просто как Запорожец с Поршем. Вот это вот. И они обновляются очень редко. Даже здесь проблема в Ubuntu не в том, что игры плохие. Проблема в том, что магазин приложений никакой. Вот это описание шахмат. Здесь нет скриншота. Здесь нет отзыва. Здесь ничего нет. Отзывов нет. Это оценки. Вот у шахмат отзыва нет. Круто, мне понравилось. Прошел три раза. Да, или так. Кому как больше нравится. Уже показатель. Сравните с тем, что делает Steam. Сравните с тем, что делает Valve в Steam. Как они поменяли систему рекомендаций в этом году, за что их проклинают. Это круто в Steam. Вот с этим это не сравнится. Никогда. И пока вот этот магазин будет стоять, игр не будет. Можно, но позже. Вон там вот у меня ноутбук стоит, можно открыть, посмотреть. Там есть классные шахматы. Прямо сейчас вы? Вот так выглядит одна из игр, которые можно установить с репозитарием. Я даже не знаю, это все-таки 3D или 2D. Да. Вы понимаете, о чем я. Сравните с не Туршпидом. Хрен с ним, с не Туршпидом. Сравните даже с, я не знаю, драйвером. Думаете? По мне нет, абсолютно. Я пробовал в это играть. Нереально. Надоело. Вот так вот выглядят порты сплатных игр. То, о чем говорил предыдущий спикер об играх. Это свободная реализация Моровинда. Она по графике не сильно отошла от оригинального Моровинда, которому на секунду почти 10 лет. Или около того. Но в нее можно играть. Мне не нравится. Есть, не спорю, она крутая. Но мне лично Моровинд не нравится. Мне больше обливен. Скайрим тоже не зашел. Вот так выглядит ноль ад. Очень прикольная стратегия. Вот в нее, да, я играл. Она, ну, мне просто Красадер Кингс понравилась, поэтому ноль ад я играл, играл много. Она развивается. Она, правда, в Альфе уже с момента создания несколько сот лет. Но не суть. Она прикольная. Но у нее графика точно такая же, как у того же Круссадера, который вышел в 97-м году. Open TTD. Самая любимая игра, сами знаете кого? Мистера Игрок. Она тоже не отличается графикой. Совсем. Там графика и не нужна, но, согласитесь, можно нарисовать те же самые поезда в 3D. Освежить. Просто освежить. Нагрузим процессоры. Ну, значит, дизайнеров в Линоксе нету. Зачем Morrowind, Oblivion, Skyrim, там. Не знаю, косынка. Вы включали косынку на Windows 7 и на Windows XP? Она до Windows XP оставалась такой же, а вот на семерке она супер. Нет, отличается. Я знаю, что на Windows 3.1 есть три кнопки, и она сама все раскладывает. Есть классный репозитарий с играми для Линекса. UALinux.com. К Украине не имеет отношения. Название расшифровывается userandlinux.com. У них есть классный репозитарий, там порядка 200 игр. Там есть хорошие вещи, но их мало. Под Linux не пишут игры. Можно подключить другие репозитарии, можно подключить эмуляторы, можно поиграть. Можно самому написать. Ну, кому как больше нравится. Я поэтому и начал с гейм-девелоперов. Ну, нет у нас тут гейм-девелоперов. До Steam'а доберемся, не торопите события. Есть браузеры. Браузерные игры хорошие. Герои меча и магии онлайн. Я в нее играл с момента запуска, вообще даже с самой первой версии. В определенный момент они порезали ресурсы, в 10 раз и сделали все остальные платно. То есть я то, что качал два месяца, потерял в один миг, и дальше мне даже не дали качать. Браузерные игры все одинаковые, все правильно, поэтому я не играю в браузерные игры. Но кому нравится, пожалуйста. Да, можно найти в браузерах что-то прикольное. В свое время были флеши, которые работали в браузере, типа там на макромедии еще когда она была. Это была тема. Это были 90-е, начало нулевых. На секундочку, за окном почти 2017. Играть сегодня в браузере можно, если у тебя совсем мертвый компьютер, типа малины, либо если тебе просто нечего делать и много лишних денег. Есть эмуляторы. Эмуляторы спасают. Стимуляторы. Эмуляторы, стимуляторы. Не всегда он стимулирует. Вот в чем вопрос. Лично я не получилось запустить Uplay. Ни под Вайном, ни под чем-то другим. Uplay почему я захотел запустить, потому что они в честь своего 30-летия раздавали и раздают до сих пор The Crew. The Crew классная гоночка, я хотел поиграть. Не запустилось. Что еще раз? Uplay? Uplay, он просто обновляется через день. Но запускается. Я в Assassin's Creed играл через Uplay. Замечательно. Чем хороши эмуляторы? Эмуляторы начинают поддерживать ту защиту, которую производитель встроил в игру. То есть у нас огромные сейчас идут пакеты против авторского права, точнее для его защиты. Но не суть. И они должны работать в большинстве своем под Windows. Под Linux они работают очень тяжело, если вообще существуют. Поэтому спасают только стимуляторы, которые не работают. Которые не настраиваются. Работают, но не настраиваются. Мой любимый Steam. Это мой скриншот. Это я. Кому интересно. Где? В OS. В Linux-е 52. Для сравнения в Windows-е 252. Считаю, две бесплатные. Я не играю. Если вы видите, здесь установлено 4 игры. Кстати, 4 игры. Вот. Шахматы есть. Они вот немножко. Вот они. Simple chess. Их видно здесь. А повыше есть две прикольные игрушки. Они называются InMind и InCell. Их разработали в Навале. И это уже виртуальная реальность. Виртуальная реальность – это следующий шаг. Я хочу призвать к чему? Товарищи линуксоиды. Виртуальная реальность начинается. Давайте здесь разрабатывать. InMind и InCell – отличные игры. От Навала. В них можно играть. Они занимают несколько секунд. Буквально там InMind была пройдена за 4 минуты. Просто едешь и стреляешь. Убиваешь какие-то раковые опухоли в мозге или что. Я не знаю уже. Фигня абсолютно. Вы не поверите. В телефоне то же самое. В Акулусе то же самое. Я сегодня был в телефоне, в айфоне. И месяца два я проводил в Акулусе. Там то же самое. Там нет принципа. Там вопрос в графике. Если есть графика, за этим пойдут. Там принцип. Американские горки по большинству. Почти везде. Либо качели. Просто это можно сделать. И у нас сегодня человек рассказывал об open source движках. Это круто. Но да, у нас почти все сегодня движки стали открытыми, бесплатными. Ими можно пользоваться сколько угодно. Тот же самый CryEngine он назвал. У нас Unity стала бесплатная. У нас стало бесплатно. Еще несколько движков смотрите. Разрабатывайте. Вот на этом можно подняться. Вот для этого Steam выпускала SteamOS. Если вот под это будет Half-Life 3, он будет и под Linux в том числе. Глупость выпускать Half-Life 2 и все предыдущие без Linux для Half-Life 3. На этом можно сделать свое дело. Здесь есть не только физическое ограничение. Пару дней назад у нас соучредитель NVIDIA сказал отличную мысль о том, что на сегодняшний день виртуальные технологии не готовы к рынку абсолютно. Вот здесь не видно. Вот DP3, которые Development Preview, они были без наушников даже. Звук выводился отдельно на колонки, либо на отдельные наушники. Здесь их приделали. Разрешение экранчиков в Oculus тоже постоянно меняется. Это финалка, да. Гуглите. Яндексите. Как больше нравится. На память не удержать столько информации. Она не только слишком пиксельная, она слишком тяжелая, во-первых. Во-вторых, она проводная. А в чем резон-то? Они были, но от них толку никакого. Сейчас они потихоньку взлетают, потому что постоянно количество пользователей того же Vive растет, несмотря на его стоимость. Те же самые GR, VR, Samsung, они продаются. А дорого это до скольки? Я сегодня смотрел, Fitbit стоит 6,5 тысяч. Под телефон 5-5,5. Вот так. У меня телефону 3 года, он потянет. LG G2. Спасибо, вопросы. Кроме вот этих двух людей. Ну, от них в первую очередь, но и остальные тоже. Этот тоже работает. Я уж испугался, думал, вы к мистеру Игрек идете. Скажите, пожалуйста, вот вы начали свое повествование с того, что под Linux нельзя играть. Вы сказали, что вы в последнее время пользуетесь Ubuntu 16-й версии, и что вы испытываете боль при игре на данной платформе. И почему-то затем начали сравнивать магазин Ubuntu, потому что там нечего приобрести. Стали нам показывать бесплатные open-source игры, которые выглядят хуже, чем их аналоги, которые продаются за деньги на других платформах. Мне вот что здесь непонятно. То есть, если вы проводите сравнение, допустим, с магазином Apple, согласен, здесь очень все невыгодно выглядит. А при чем тут Apple? Я сейчас объясню. Вы же в магазин критиковали. То, что там игры плохие, то, что скачать можно плохие игры. Они недостаточно хороши, правильно? Нет, я не говорил о том, что игры плохие. Вот взять тот же самый сейчас малинку. Мы играли на малине почти час. Подождите. Мы играли в эмуляторы на малине. Вот. Вот давайте эмуляторы пока не трогать. Есть категория людей, которые любят эмуляторы. Которые, точнее, любят не эмуляторы, которые любят вот эти старые игры. Я сейчас с вами не об эмуляторах говорю. Давайте ближе к теме я сейчас объясню, что я хочу сказать. Смотрите. То есть, вот вы нам продемонстрировали бесплатные игры, обденсорсенные. Но просто если взять тоже, какие у нас представлены бесплатные игры на преобладающей платформе, на Windows, например. Они ведь тоже недалеко ушли. Ведь хорошие-то игры стоят денег, как правило. Здесь даже вопрос не в том, что они стоят деньги. Та же самая зума. Ну, мне непонятно, в чем боль-то у вас выразилась. Вы поиграли в какие-то не очень хорошие для вас бесплатные игры и сделали вывод, что… Нет, я играл в оригинальный Marowind. Я играл в OpenMV. Просто я хочу сказать, что на сегодняшний день практически границто стерлась. Игры на всех трех платформах сегодня основных – это Linux, Mac и Windows практически одинаково хорошо работают. И практически те же релизы выходят и там, и там. За исключением трех ключевых производителей игр. То есть Activision, Electronic Arts, Ubisoft, они пока очень тяжело переходят. То есть как бы 2K, Bethesda. Ну, я трех основных назвал. Нет, если мы отключаем как бы эти три основные, плюс Bethesda, 2K с ее GTA, то у нас остаются только инди-разработчики. Ну, почему не только инди-разработчики? Тот же самый Valve, они же прекрасно все свои продукты… Valve просто обладает, я так понимаю, огромными деньгами и свободным временем, если не хватило сил портировать свои игры под Linux. Хорошо. Ну, все основные релизы… Ну, вы пользователь Steam активный. Вы же видите, что практически все релизы… Ну, хорошо, это Индия, согласен с своем большинстве. Но они же выходят под все платформы. Нет. Еще раз на секунду стой. 252 и 52. Разница в 5 раз. Ну, смотрите, это опять же ваша статистика. У меня статистика другая. И она будет у всех другая. Вот в чем дело. Вы как-то очень свой взгляд прямо взяли. Без объектива. Я считаю, я имею на это право. Спасибо. Ну, я согласен. Спасибо. Так, подождите. Подождите, у кого вопрос. Титан Фолл, насколько я помню, выходит. Титан Фолл 2. Насколько я помню, да. Сейчас в новостях мелькает, что вышел вулкан API, вот он как раз предоставит возможность делать игры сразу под все платформы, включая Linux, не до при БСД. Что можете сказать по этому поводу? Как вы считаете, это даст нужный толчок, чтобы перешли? Я еще раз делаю шаг назад к предыдущему спикеру про игры и скажу, напомню слова Джона Кармака, который сказал о том, что он зря это сделал, потому что толку никакого. Проблема в головах. Пока вы думаете о том, что Linux это операционная система для гиков, она останется для гиков. Как только люди поймут о том, что под Linux можно работать, можно смотреть, помимо того, что смотреть киношки и лазить в интернете, можно еще и нормально цивилизованно играть, они пойдут под Linux. И здесь в принципе без разницы, какая у тебя платформа, на сегодняшний день можно более чем спокойно играть под игры. Вот у меня есть… А точно нужно, чтобы эта платформа была для игр. Отличная платформа для бизнеса. Оставьте FreeBSD. Вот у вас выйдут в 6 часов, расскажут про FreeBSD, оставьте его для гиков. FreeBSD это FreeBSD, это все Unix. После FreeBSD оставьте для гиков Sun. После этого Arch. Нет, а смысл какой? Зачем пилить вещи на платформы, которые не используются для этого? А зачем собираться вот такой вот маленькой тусовочкой, ну ладно, не маленькой, обсуждать какие-то проблемы? Давайте жить отдельным мирком. Давайте. Договорились. Но при этом Linux очень хорошо подходит для бизнес-целей, а для игры он подходит немножко хуже. Нет. Пока что. Я считаю, играть можно хоть где. Играли… Играть можно на площадке. На селфиш человек играет, который ушел только в корпоративный сегмент в России. Он играет на селфиш. Зря ты себя выдал. Я хочу сказать, вот у меня есть вот такая вот классная игра, видите, вот элемент 120. Это мод над Half-Life, его длительность занимает меньше 10 минут, но он очень крутой, он вышел одновременно везде. Он вышел везде, получается, и на Windows, и на Android. Он вышел на Windows, и на Linux, и он не зависел от вулкана, он не зависел ни от чего. Есть движок Source, на движке Source сделана хорошая игра. Короткая, но действительно хорошая игра. Вопрос желаний. Есть Crytek, который открытый. Можно взять тот же самый Half-Life сегодня. Ой, Half-Life, извиняюсь. Far Cry сегодня. Начать его писать еще раз, выпустить под Linux, выпустить Far Cry 4 под Linux, радоваться жизни. Это очень большое время больше, чем деньги. Да. Вопрос в том, чтобы изначально вот именно начинать разрабатывать под все популярные, как минимум, или доступные операционные системы, вне зависимости от технологий. А МД чем вас не устраивает? А может быть и не стоит? Есть приставки, там Android хорошо развивается, iPhone. Зачем вот для Linux? А вот вы у Дмитрия Бочила спросите, когда упали к продаже компьютеров, начали расти приставки, упали приставки, начали расти компьютеры. Это все рынок, он очень странно движется. Вот он об этом знает, он об этом рассказывал не раз. Кстати, те же самые PlayStation 3, они у нас тоже под вариантом Linux работали, насколько я помню. Давайте программировать для FreeBSD. Вот, кстати, почему PS4 работает под FreeBSD, там очень много игр, а на десктопном FreeBSD игр нет. Кто? Платформа ни при чем, может быть, просто там люди деньги зарабатывают. Нет, просто, ну, хорошо, Xbox для игр, компьютер для работы, но, согласитесь, те же самые шутеры, интереснее играть на компьютере. У нас сейчас тема разговора какая? Какая свободная, для нас это равно бесплатное программное обеспечение. Какой смысл разработчикам писать игры для вот этого, судя по всему, бесплатного? Продать. Продать? Продать. У меня в Steam 52 игры, большинство куплены. Отлично, в Steam. Для Windows у вас сколько игр на Windows? 252. Отлично. Для Linux, где будет продаваться ПО больше? Вопрос неправильный, вы вопрос ставите. Вот с этого и начинается проблема. Вы ставите вопрос, где будет продаваться игр больше, а я говорю, где будет разрабатываться игр больше и, соответственно, продаваться. Хорошо, возьмем тогда вопрос другой. Сколько у нас из наших доблестных пользователей использует свободное программное обеспечение? Ну, та же самая Ubuntu, к примеру. Из нас даже. Вот, можно посмотреть на Windows еще. Я использую Ubuntu. Отлично. Хотите замечательный пример? Один человек отлично есть. А какой смысл разработчику писать игры для одного человека, который даже если его купит, давайте поразмыслим, сколько он потратит на разработку, он потратит на маркетинг, на коммерцию, на все остальное, на свободное программное обеспечение. Когда он может сделать для винды и продать это 90 тысяч. Или один. Нет, я могу привести замечательный пример. Я случайно однажды стоял в магазине постоянных распродаж, то ли фикс прайса, то ли что-то подобное, и у них работает 1С, купленная, я так понимаю, под кнопиксом. На кассе. Тем не менее, это купленная 1С. Точно так же тут. Кто мешает, пожалуйста. У нас на рынке есть спрос раздает предложение, есть предложение раздает спрос. Хорошо. Я опять же вернусь к тому, у нас нет Linux пользователей, которые бы имели интерес для покупки. Вы неправильно вопрос ставите. У нас нету таких игр, которые бы подвигли людей переходить на Linux. Это очень странный, кстати, мотиватор. Зачем? Можно я сейчас микрофон? Чтоб все слышали. На самом деле, вот этот доклад, он ни о чем. Он просто о твоем крике души. Ты хочешь юзать Linux как десктоп и хочешь играть, потому что ты любишь играть. Я давно использую как десктоп ту же Ubuntu, там с 12 сижу, но я не играю в игры. Реально мне не надо играть в игры. Я уверен, что это ПО, которое нужно, по идее, использовать на серверах. То есть тебе как бы… Оно круто, но это костыли по сути. То есть десктоп — это костыли. Это вот если ты по фану, если ты гик. Если тебе надо играть, ну иди в ту среду, где играют. Ну вот я как бы юзаю, сколько, 4 года сижу на десктопе и вообще не играю. И меня все устраивает. И то, что там кнопочки некоторые не круто выглядят, меня это тоже устраивает. Как бы мне удобно то, что я открою консоль и пользуюсь с Сашем. Все. Я думаю, больше никому здесь не нужен Linux для других каких-то целей. У меня все. Я, насколько помню, у той же Ubuntu есть отдельная сервер-редакция. Нет? Есть. Вот я о том же. Почему вам не пользоваться отдельно сервер-редактором без… Где нету LibreOffice, где нету Shotwell, где нету ужасного видеопроигрывателя. Переходите конкретно на одну командную строку. Ставьте Arch. И радуйтесь жизни. И радуйтесь жизни. А Ubuntu будем развивать дальше. Проблема в том, что у нее очень маленький рынок. Вот в чем. Вот. Насть. Да, 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 да. Но 32 миллиона оказалось слишком много. Господа, давайте микрофон. Сейчас микрофон передается следующему. Здравствуйте. Ну, для начала как бы своя заметка. Мне кажется, люди не совсем поняли то, что вы хотели донести, да. Здесь человек не хотел сказать то, что основной массе пользователей Linux нужны игры. А наоборот, нам нужно подтянуть пользователей, чтобы… Нам нужно подтянуть игры, чтобы пришли пользователи. Да, чтобы пользователи переходили. Потому что я знаю, у меня такая же ситуация, у меня куча друзей геймеров, которые… Ну, у которых нет альтернативы, кроме винды. И они говорят, я бы выбрал что-нибудь другое, например, Ubuntu, но там мало игр. Мне вот нужна какая-то альтернатива. Если мы вспомним, например, цитату даже Линуса Торвальдса, который он высказал в своей книге Just for Fun. Он сказал, мы технари и мы работаем для себя. Но мы должны обеспечивать людям развлечение, развлекуху. И мы должны предоставлять им эту возможность. Потом они подтянутся. То есть мы должны работать на людей. Это как замечание, мне кажется, да. Мой вопрос был в том, вы вообще считаете, что это рационально? Использовать столько ресурсов, чтобы переключить огромное количество разработчиков, чтобы подтягивать уровень, скажем, на открытом программном обеспечении, да, до проприетарного. И, ну, то есть подтягивать и тратить столько ресурсов, чтобы просто догнать и вывести на один уровень, нежели оставить все как есть. То есть что-то для своей сферы, а что для своей. То есть развлекуху в одну сторону, а работа в другую. То есть вы считаете это рационально? Я считаю, здесь не надо подтягивать, здесь надо изначально просто правильно немножко делать. То есть если разрабатывается какая-то ААА игра, которая будет взлетать однозначно, не важно, это Battlefield, Call of Duty, Half-Life, Assassin's Creed или Need for Speed. Так давайте ее сделаем под все три платформы сразу же. Текстуры перерисовывать не надо, это огромное количество времени на текстурах. Этого не надо делать. Надо просто обеспечить поддержку. Подождите, подождите, дорогие игры. А зачем Linux вообще игры? Linux сам по себе игра. Конструктор для взрослых, бродатых мальчиков. Я предлагаю поаплодировать вот этому человеку. Я больше скажу, мало того, что Ubuntu это игра, Vine это отдельная игра в игре. И кстати по Vine, Vine это не эмулятор, это альтернативно. Play in Linux это эмулятор. Vine API. Я знаю. На самом деле эта проблема будет всегда. Я прошу прощения за свою точку мнения. Эта проблема будет всегда, потому что есть разные среды разработок. Разработки игры. Если будет единая платформа API, которая будет сделана для всех, абсолютно всех ось. А сей у нас на самом деле больше, чем Linux. Windows и еще что-то. У нас есть еще много чего другого. Это понятно. Пока не будет общей платформы, толку нету. Потому что есть, так называемое, понятие, люди, которые делают игры, они хотят зарабатывать. Они не делают вам подарки или еще что-то. Они зарабатывают деньги. Какой им смысл потратить миллион, чтобы продать 2-3 игры? Нет смысла. Они будут продавать именно туда, куда им надо. Windows в данном случае это массовая платформа, а в России она свободная еще на самом деле. Вот еще раз, вы вопрос неправильно ставите. Это не Linux, не массовая платформа, и поэтому для нее не надо делать игр. Это нет игр, и поэтому Linux не массовая платформа. Я поэтому и призываю начать разрабатывать игры на Linux, чтобы… Гейб Ньюэлл. Гейб Ньюэлл, он уже это сделал. Half-Life 2. Team Fortress, вот она в данный момент открыта, она переведена на рейсы Linux, и она не продается, они зарабатывают через микротранзакции. Она летит. Она работает на Linux чуть лучше, чем на Windows. Для кого? Они на Steam зарабатывают больше, чем на играх. В принципе, на самом. Поэтому они вынесли Steam на Linux в том числе. Они сделали SteamOS. Но осталось подключить разработчиков, которые будут разрабатывать под SteamOS, и получим игры и у нас. Как-то не летят. Сколько там лет SteamOS уже? Три, четыре, пять? А вот такой вопрос. Уже тезис был озвучен, что, ну, немножко некорректно сравнивать игры, которые есть в репозиториях, Ubuntu, там, UA, Linux, и игры даже, которые есть в Steam. У нас же тема, как называется? Свободное программное обеспечение. А есть какая-то статистика по SPO в винде, в играх, которые есть, и по SPO в той же Linux? Мне кажется, они там примерно одинаковые. Мне кажется, вы такой статистики, в принципе, не найдете, потому что SPO, которое скачивается под Windows, это… его невозможно отследить, оно потому что по торрентам может расходиться вообще в произвольной форме абсолютно. Не все почему? Не, вот вы говорите о свободных, здесь в Теоре говорит о бесплатных. Team Fortress бесплатная, но не свободная. Но не свободная, абсолютно. Шахматы, насколько я помню, свободные. Они работают и там, и там. И они действительно хорошие, они постоянно обновляются. Последний вопрос к докладчику. Там сложность обновляется. Там есть несколько уровней сложности, и они постоянно переделываются. Вот такой вопрос. Собственно, разработка игр под Linux. То есть подразумевает некие движки, на которые можно портировать, чтобы не перерисовывать текстуры. Так лучше? Да. Вот, вопрос. Вы это изучали в интернете, сообщества, какие-то течения, которые это, может, уже сделали, чтобы присоединяться к чему-то, а не строить с нуля? Я еще раз на секундочку напомню. На сегодняшний день основные движки сделали бесплатными и свободными. CryEngine, Unity, Bethesda, они открыли свои движки достаточно просто разрабатывать. Для этого не надо что-то где-то изучать, читать. Если вы разрабатываете на CryEngine под Windows, допилите уже в Linux. Это не займет много времени. Они на данный момент вот именно и поддержку обеспечили, и выпустили под Linux в том числе. И туда же и Android сразу же можно. Антон, огромное спасибо за доклад. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Игорь Негода